Четыре дня рок-н-ролла, джаза, блюза, латины. В начале февраля в Барнауле пройдет международный фестиваль музыки «Трибют». География музыкантов впечатляет. Какие артисты приедут в краевую столицу и как удалось собрать такой сильный коллектив, об этом поговорим с организатором фестиваля у нас в гостях Евгений Колбышев. Здравствуйте, Евгений. Приветствую. Ну вот год назад мы встречались в студии и тогда обсуждали фестиваль «Перекресток». Чем отличаются два фестиваля друг от друга и что у них общего? Ну, общее то, что музыканты, которые в основном из Москвы, которых я давно знаю, которые приезжали в авторские программы, а тут они, кто-то из тех, кто был и кто-то не был, неважно, они собрали другие варианты, но «Трибют» – это когда группа исполняет посвящение какой-то другой группе. То есть это их не авторские программы, а одна группа будет «Трибют», там «Роллинг Стоунс» другая, «Юрай Хип» третья, «Дайстрейт» и так далее, «Карла Сантано». Так что отличаются они в музыкальной части, ну да, объединяют то, что это те музыканты, там музыка, которая мне лично нравится, я, которую хочу показать здесь. «Трибют» – это интересная штука, она никогда в таком варианте у нас не проводилась, когда в кучу собрались 12 групп, Испания, Италия, Куба, Бразилия плюс Москва. Так что, ну вот так получилось, что я никогда не думал, чем отличается или чем он родняться, потому что повзникла эта идея. Вот мы пытались сделать, ну вроде как получается. Ну вот вы сейчас сказали «Трибют», «Формат», да? А все-таки почему он? Это спонтанно как-то получилось? Или вы к этой идее шли? Ну это не спонтанно, это потому что, во-первых, я люблю эти группы, ну трибют, которым делают музыканты, я люблю этих музыкантов, которые играют, я их лично всех знаю. И я этим музыкантам многим из них, из того, из того, который будет, я многих уже куда-то возил на фестиваль, а другие места или там еще что-то делал. Так что все это как-то в одной упряжке все равно. Я все это давно в этом деле кручусь и вот так вот вышло. Для непосвященного зрителя поясните все-таки, что это за формат? И вы говорите, вот там будут исполнители и музыка, которые мне нравятся. Вот какие это исполнители? Что это за музыка? Ну вот, да, это очень просто. Будет вот два дня филармонии, плюс еще концерты фестивальные в клубе «Улисс». Например, Жоан Дер Сантос, бразилец, будет играть только в клубе, а не в филармонии. И он будет исполнять программу великого бразильского музыканта Карлоса Жабима. Это тот человек, который придумал стиль Бусанова. А потом в филармонии будет играть группа Алексея Фетисов в рок-н-ролл-трибу, где будет трибют Чака Берри Ласси Пресси, то есть вот тот древний рок-н-ролл, с которого все это началось когда-то. Будет группа Brothers Nothing, которая будет играть трибют Dark Straits, будет играть группа Some Girls, которая будет играть трибют Rolling Stones, и будет первый раз приезжает в Россию группа Brothers Hot of Woods в Омс, которая будет исполнять трибют Юрая Хипп и Кенна Хэнсли. То есть это музыканты, которые работали с Кеном Хэнсли. Кен Хэнсли, если кто не в курсе, это основатель и лидер группы Юраехи. Он жил в Испании, он умер, но вот последний альбом, который вышел у него три года назад. Там песни все новые, Хэнсли, и они все написаны на тексты нашего земляка, барнаульского человека. Это Владимир Емелин, генеральный директор фирмы Плавыч, который является генеральным спонсором фестиваля. И вот мы их привозим, будет вот еще трибют Юрая Хиппа. На второй, на третий день, третьего будет трибют великого музыканта Карла Сантаны, это тоже московская группа будет, итальянский блюзовый музыкант Лука Джердана, который был в Барнауле перед самой пандемией, я привозил его сюда. Но вот сейчас он вернется, будет такой трибют, концерт с программой Биби Кинга. Будет Джанго Фрэнс, это московский квартет, который играет музыку Джанго Рейнхарта, это великий, один из самых, наверное, величайших гитаристов 20 века в современной музыке, который придумал вот такую вещь, которая называется манушель, цыганский джаз. И будет еще трибют, ну почти что джазовый, пианистский, вокалистский Нора Джонс, исполнение московского группы Лены Шерри. Сколько всего исполнителей, сколько всего стран? Ну вот я их перечислил, раз, два, четыре, пять стран, а групп 12. Ну вот как вам удается собирать столь сильный состав, вот благодаря чему? А иногда нечем заняться, и сидишь дома, и смотришь что-нибудь, и думаешь, что буду что-нибудь другое бы сделать, а вот не то, что показывают по телевизору. Ну так и приходят. Ну это же все опять же зависит от того, что еще идей достаточно полно, которые я бы попытался воплотить в жизнь дальше, но это все будет из-за того, как пройдет этот фестиваль, с каким успехом, как это понравится, и какие еще найдутся партнеры и друзья, которые помогут это все организовать. Так что здесь это все идея, она была, вот как-то, вот она и как-то дошла до уже последнего этого этапа. Этапа воплощения. Ну понятно, что организовать сложно, да, но вот все ли артисты охотно согласились приехать в Барнаул наверняка? Может быть были какие-то моменты, когда они какие-то плюшки запросили, какие-то условия выдвинули? Нет, абсолютно никаких плюшек никто не просит. У меня был вариант еще, ну трибют, и хотелось еще один проект провести, «Степные бетлы» называется. Это проект Евгения Маргулиса, и мы уже практически договорились, просто он не смог из-за своих квартирников, которые там записи и прочее. А все остальное нет, это все, почему музыканты, это музыканты, это их работа, и неважно, испанцам интересно, потому что, ну кто-то из них был с Кеном Хеннессли в Сибири? Был, но не все. Лука Джордана здесь был итальянец, ему понравилось. Понравилось. Другое дело, что теперь перемещения все придуманы кем-то, крайне тяжелые. Логистика. Мы же не можем прилететь напрямую, ниоткуда надо лететь через какие-то другие страны. Это тяжело, это дорого, и иногда это сложно. Испанцы приедут специально на один день раньше, чтобы они могли отдохнуть, поскольку у них будет длинный перелет. Вот. А все остальное, я работаю с всеми музыкантами, в которых я уверен, которых знаю, и нет никаких, там, каких-то особенных требований или еще чего-то. Нормальные люди все, я их все друзья, и все музыканты приезжают. Многие из этих музыкантов, которые будут, они в Барнауле уже играли. Либо сольно кого-то я привозил, либо кто-то играл на Мартовском фестивале перекресток тоже. Вот вы сказали, все друзья. Я поняла, как вам удается организовать людей, дружеские отношения, прежде всего, человеческие отношения. Ну, они, конечно, действуют, а как без них? Естественно. Что вы можете сказать о программе фестиваля? Вот она как-то выстраивалась, не знаю, согласно какой-то концепции, как говорят чиновники, или какая-то задумка, вот опять же она была спонтанная. Ну, как я уже это объяснил? Триби-триби. То есть, четыре концерта филармонии в первый день, пять групп, второй день, плюс клубы. В каждой группе своя программа, которая касается какой-то одной звезды. В основном это не джаз, это латино, а, кубинцы будут, ну, какой-то, да, кубинская веселуха будет. А так, в основном, это рок-музыка, которую я реже делаю, чем, скажем, тот же блюз или джаз. Но в этот раз мы решили так, потому что все-таки те имена, о которых мы говорим, опять же называемые, там, Роллинг Стоунс, там, Дай Стрейс, Сантана и прочее, это все-таки вызывает интерес у многих зрителей, которые, может быть, и пошли бы на концерты той самой группы, название которой, может быть, даже и неизвестно, или она будет, а здесь они пойдут, и у нас сейчас, честно говоря, практически билетов не осталось уже на концерты, поэтому все идет так, очень хорошо. Вот вы сказали, кубинская веселуха, вот, кубинская веселуха, рок, то есть одно будет перемежаться с другим, просто хочется вот с точки зрения именно, ну, вот музыкального, вот этого жанрового, что ли, разнообразия. Понятно, да, основные, да, направления, но, тем не менее, вот, все равно же, когда выстраивали, там, первым исполнителем пойдет тот-то другим, тот-то, вот какая-то задумка. Это очень просто. Я приложил тем, тем, тем. Денег у меня хватило, чтобы привезти всех этих. Если было больше, я привез бы еще больше. И там еще будет, например, такая вещь, как джемы. Джем это когда, ну, джем сейшн. Это в клубе улиц, после каждого концерта филармонии музыкантов, все туда переезжают, и будет еще, кроме там сольного концерта какой-то группы, там еще будет Барнаульская группа, крайне мере, будет там Ксения Федулова. И будет джем, когда все музыканты, участники фестиваля будут играть друг с другом, независимо от того, кто чего играет. Это такая, ну, это как бы обычная вещь на любом фестивале, когда джемуют, они так называются. То есть это такая импровизационная музыка, где может играть любой музыкант, который там присутствует, и подключаться в любой момент, выходить на сцену и играть. Это мы делаем всегда тоже, это интересно и для зрителей, и для всего. Вот вы организовываете такие, ну, крутые международные, да, фестивали. Для Барнаула это редкость, в последнее время особенно. Как вы считаете, люди испытывают дефицит подобных мероприятий? Ну, я не знаю, спросить у людей. Ну, вот ваше мнение, личное. До мартовского концерта я делал фестивали тоже, но очень давно. То есть там в Горном Алтае в 2000 году, а Рок-Азия самая крупная была фестивала. Вообще в 90-м году. Я не знаю, то есть, если, мне кажется, если кто-то слушает музыку и кто-то все-таки ходит на концерты, на какие-то, а подобных блюзовых особенно, которых я делаю больше всего, они бывают редко. Поэтому для какой-то части населения это интересно. Тем более, что мы же не делаем это, там, скажем, во дворцах спорта или где-то в огромных стадионах. Мы это делаем, просто зал филармонии, это не такой уж большой зал. Поэтому Барнаула, как любой подобный город с таким населением, как у нас, в количественном отношении, всегда есть люди, которые, конечно, я думаю, что это интересно. Ну, может, просто слышали какие-то отзывы, те же друзья, знакомые, там, о чем-то просеяли, говорили, обсуждали. Ну, всегда обсуждается что-то. Всегда звонят друзья, которых хорошо знаешь, и они что-то говорят. Ну, так это вот друзей, которых не так уж и много, там, что близко. Все остальное, если народ приходит, если билеты почти куплены все, то, значит, есть интерес, и все. Интерес есть, понять бы, есть ли в этом особенная острота, нужда. Ну, это надо вот будет спросить у населения, когда они придут. А не было у вас идеи организовать фестиваль вот для наших местных музыкантов? Нет. Ну, почему? Ведь среди них наверняка тоже много вот таких талантов. Может быть, я не интересуюсь местной музыкой совсем, я не знаю, кто сейчас играет. Я делал это когда-то, я делал фестиваль рок-периферии, рок-азии, там, где играли не только Барновойские, но и всех городов сибирских. Сейчас меня не интересует. Я уже вышел из того возраста, когда меня что-то интересовало, такое, которое мне не нужно сейчас. Я поэтому, я думаю, что молодежь, которая существует сейчас и живет, пусть они и делают. Что бы вы сказали людям, у которых еще есть шанс купить билет, попасть на этот фестиваль? Ну, вот что они смогут услышать, почувствовать? Почему им стоит сходить? Так я все сказал уже, это интересно и хорошо. Другое дело, что попадете ли, зайдите на кассу РУ, и там есть остатки билетов, купите. Все очень в сравнении с тем, что происходит на концертных площадках города, цена билета, наша на фестиваль, она крайне смешна, просто. Поэтому, как-то, ну, то есть, почему не пропустить такой фестиваль, когда это недорого, интересно, рок-н-рольно, и потом еще поехать в клуб, там еще в барсхо зайти, выпить и потанцевать, и поплясать, не знаю. По-моему, это интересная вещь. Спасибо большое за ваше участие. А я напомню, что мы сегодня с организатором фестиваля «Трибьют» Евгением Колбышевым говорили о фестивале, который пройдет в начале февраля. До свидания. Спасибо. Спасибо.